Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, с вами Руслан Жукаев. 79 лет назад началась одна из самых трагических страниц в истории Карачаева Черкесии. 2 ноября 1943 года карачаевцы были насильно депортированы, став первым народом на Северном Кавказе, подвергшимся этническим репрессиям. К жителям республики обратился глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов. В своем обращении он отметил, что в самый разгар Великой Отечественной войны, когда тысячи сынов карачаевского народа воевали на фронте, был подписан преступный указ, лишивший людей родины на долгие 14 лет. За этими годами лишение, голод, бесправное положение, страдания и потери. Мы склоняем голову перед светлой памятью всех тех, кто погиб и пострадал в те годы. Наши предки, выстоявшие во времена лихолетия, завещали нам главное – быть едиными. Ведь именно в единстве во все времена позволяло противостоять невзгодам и добиваться великих ратных и трудовых побед. И двигаться вперед. Эта вековая мудрость и ей мысли будем следовать. А лучшая благодарность нашим старшим, сумевшим сберечь народ – это созидательный труд, сохранение традиций и культурного наследия. Жизнь в мире и согласие во имя будущих поколений во благо нашей любимой общей родины – Россия, говорится в обращении. И сегодня в Карачаевске делегации правительства Карачаева-Черкесии, Народного собрания, городов и районов министерств и также ведомств, а также общественность возложили цветы к мемориалу жертвам политических репрессий. Мадина Каракетова продолжит тему. 2 ноября 1943 года – самая трагическая дата в истории карачаевцев. Именно в этот день народ был вырван из родных мест, упакован как вещь в товарные вагоны и отправлен в степи Средней Азии. Вся операция заняла от 4 до 6 часов. Люди были застигнуты врасплох, им ничего не объясняли, ничего не разрешали брать с собой. И именно в этот день начался долгий путь страдания, длиною в 14 лет. Муфти Исмаил Хаджибердиев перед возложением провел обряд Дуа по погибшим на Чужбине. После делегации правительства и парламента Карачаева-Черкесии представители городов и районов, министерств и ведомств, организации образовательных учреждений и просто неравнодушные жители возложили цветы и венки к мемориалу. 2 ноября 1943 года были депортированы 69 267 человек, из них 54% были дети, 28% женщины, 18% мужчины, старики-инвалиды. За годы депортации умерли 43 247 человек, из них 22 тысячи детей. В то время на фронтах Великой Отечественной войны воевали 17 186 карачаевцев. В схватках с врагом погибли 9 340 бойцов. 23 представлены к званию Героя Советского Союза, высшая награда Родины присвоена 11 героям. Эти сведения высочены на мемориале, как напоминание потомкам. Мемориал символизирует непогаший очаг карачаевского народа, устоявшего против произвола и сохранившего свою самобытность. Полукруглая стена, вагоны, в которых везли к местам депортации. Три полукруглые плоскости разных уровней символизируют духовный мир, обыденную жизнь и потусторонний мир. Формы, отрывающиеся от стены, жертвы депортации, а камни, уходящие в землю, их надгробия. Автор проекта, главный архитект Карачаева Черкесии Султан Айбазов постарался вложить в свое детище всю боль, утрат и надежду на торжество справедливости. Все произошло по преступному акту. Это не ново. Но все равно надо говорить об этом, повторять. Три причины. Первая – рассчитывание территории Грузии. Вторая – провал партизанского движения Суслан. И третья – что мы бандиты. Это все доказано, что никаких банд, ничего здесь не было. Исмаил Хачаров много сделал для этого. Он дал депутатский запрос народный депутат СССР и получил ответ, что 26 банд формирований не существовало здесь. Просто это было надумано, натаскано, чтобы нас просто отсюда убрать и присоединить это к Грузии. По мнению Джошарбека Качкарова, эту дату нельзя забывать. И несправедливые намеки на злопамятность ее нельзя забывать, потому что она часть истории целого народа. Нельзя забывать, чтобы знать цену жизни, любви к родному краю и чтобы впредь не допустить повторения подобной несправедливости ни с одним другим народом. Несмотря ни на что, на лишение, унижение, потеря, по данным разных источников, погибло от одной трети до половины народа, даже в ссылке они смогли показать себя с достойной стороны. Благодаря честности, трудолюбию, карачаевцы добивались рекордных показателей в сельском хозяйстве, в которые были вовлечены. Люди становились героями труда и спустя 14 лет вернулись в родные края. С высоко поднятой головой Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Депортация коснулась каждой семьи карачаевского народа. Народный поэт Карачаева-Черкесии Дина Мамчуева в своем творчестве отразила всю боль переселения. Ее родные также стали жертвами сталинских репрессий. О ссылке, которую нельзя ни оправдать, ни забыть в репортаже Светланы Шагановой. Маленький вагон поезда в детских руках не предвещал беды. Но еще пару часов и весь народ под дулом автомата будут грузить в товарные вагоны. Крики людей, детский плач, со стуком колес все дальше уносились от родины. Среди тысяч людей в холодном тесном вагоне ехала 17-летняя девушка Марьям Чипчикова. Так звали маму Дины Мамчуевой. После войны Тареяль Мамчуев и Марьям Чипчикова познакомятся в Казахстане и создадут семью. Жили они в Южно-Казахстанской области, в селе Ильичевка, совхозе Пахтарал. Из-за суровых условий переселенцы дадут совхозу новое название – тюрьма народов. Дина и ее старший брат родились на Чужбине. Совсем маленькими они вернутся на родину. И уже от своих родных узнают о суровых годах депортации. И вся жуткая картина переселения останется в памяти. Дина Тареяльевна с болью и печалью рассказывает о тех жестоких, бесчеловечных 14 годах ссылки. В семье отца было 9 детей, 8 братьев и сестра. Самого младшего, девятого, звали Тугузак. Не выдержав сокрушительного удара судьбы и климатических условий, дедушка Юсуп умер. Умерла потом и бабушка Дарина. Те, которые помнили мою бабушку, говорили, как она тяжело умирала. Когда родственники приходили проведать ее, она плакала и говорила, «Я не смерти боюсь, я боюсь оставить Тугузака. Он такой маленький, как он будет жить без матери?» И всех она просила заботиться о нем. По возвращению, ну, после войны в 47 году, когда вернулись братья, они Тугузака прижали к сердцу, подняли его. И он одним из первых закончил Харьковский авиационный институт с отличием. Выстраданная правда, излитая слезами. Но именно терпение и трудолюбие стало победой над абсурдным обвинением. На чужбине народ трудился. Мужчины воевали на фронте. Отец Дины Тариэлевны, 16-летним юношей, ушел защищать страну, так же, как и его братья. Заслуги карачаевского народа были отмечены на высоком государственном уровне. Изломанные судьбы людей Дина Мамчуева отразит в своих гениальных произведениях. В поэме «Карачай» в хронологическом порядке. История многострадального народа. «Когда тебя били под дых, ты всегда поднимался с колен, свою не теряя заветную в небе звезду. Я знаю, ты шейхом пройдешь в светлый рай по мосту, когда призовет нас Аллах грешных, праведных всех судный день». Тяга к родине бесценна. Народ даже и не верил, что настанет день справедливости, и семьи вернутся в родные края. Время не лечит, а лишь дает силы пережить прошлое. Депортацию забывать нельзя. Многие говорят, почему вы все время говорите о депортации. О ней надо помнить хотя бы потому, чтобы никогда ни с одним народом подобное не случилось на земле. У великого Расула Гамзатова есть такие слова. «Кто выстрелит в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки». Мы должны помнить, чтобы стоять на страже, на страже народов. Печальный ноябрь, навеивающий грусть своей листвой. И капли дождя в этот день – плач от боли в сердце, от потерь. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами дождь, в горах со снегом, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 1-6, в горах до 5 градусов мороза, а днём до 12 тепла. И местами плюс 2-7, на дорогах гололедица. В Черкесии дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4-6, а днём 10-12 градусов тепла. Палундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Новая коллекция шуб в магазине «Вятские меха». Участвуй в бонусной программе и получай дополнительную скидку на покупку шубы. Рассрочка без переплаты и первого взноса. «Вятские меха». Троллейбусная остановка на кругу. Улица Кавказская, 42. Город Черкесск. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Магазины косметики по всей России прекратили продажу товаров одного из зарубежных брендов после предупреждения Минпромторга о поддержке компаний террористических действий. Представители регионального народного фронта провели мониторинг торговых предприятий Горачаева Черкесии и выявили реализацию товара фирмы «Ламил Косметик», который выявили только в одном магазине в центре Черкеска. Общественники сочли возмутительным тот факт, что пока россияне собирают средства на нужды армии мирных жителей Донбасса, компания украинского олигарха до последнего времени зарабатывала деньги на нашей территории. Почему начали запрещать эту фирму в Российской Федерации? Потому что людей массово возмутило, что руководитель бизнес-леди из города Киева начала пиариться на подрыве Крымского моста. То есть она всячески поддерживала теракты в отношении Российской Федерации. После нашего обращения буквально на следующий день продукция исчезла из магазина «Золушка» в городе Черкесске. Переговорив с руководством магазина, я также узнал, что во всех 44 магазинах по Российской Федерации в магазинах «Золушка» убрали данную продукцию. 2022 год объявлен главой республики Рашидом Тимрезовым годом людей с ограниченными возможностями здоровья. В государственной филармонии города Черкеска состоялось выступление Московского театра «Мимики и жестов». Подробности у Али Баташева. Бодрое приветствие московского коллектива настраивало зал на атмосферу праздника. Артисты эффектно и выразительно передавали свое настроение мимикой и жестами, а публика живо реагировала на каждый номер, будь то волнующая пантомима или музыкальная сценка. Московский театр «Мимики и жестов» прибыл в Карачаево-Черкесию по приглашению Министерства труда и социального развития республики. Директор учреждения Роберт Фомин успешно совмещает руководство театром с актерской игрой на сцене. Песни, танцы, клоунада, пантомимы и сценки – вот что составляет программу театра «Мимики и жестов», который в этом году отмечает свой юбилей. Отмечаю 60-летие своего театра, поэтому мы решили сюда приехать, так как республика отмечает столетие. И мы решили своими талантами удивить ваш народ. Но я думаю, на долгие-долгие годы наша дружба продолжится. К сожалению, из-за ковидных ограничений не всегда удавалось нам уделить соответствующее внимание этой категории граждан. Ну и кроме того, мы знали, что это первый в мире и единственный в Российской Федерации вот такой знаковый театр, который отличается особым мастерством, профессионализмом. И хотелось, чтобы они нас поздравили, а наши коллеги имели возможность любоваться их мастерством. На протяжении нескольких часов артисты театра «Мимики и жестов» не переставали удивлять зрителей жанровым разнообразием программы концертного выступления. Яркие музыкальные номера, танцы, сценки, где дружба побеждает вражду, а добро-зло заставляли зрителей плакать, смеяться и надеяться на лучшее. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Художник». Редактор субтитров А.Семкин